Министру здравоохранения пришлось успокаивать жителей Восточного Казахстана. Ильжан Бертанов назвал слухи о перевозе жителей Китая на карантин в Зайсанский район лживой информацией. Он заявил, что это невозможно, границы закрыты. Ранее мы сообщали, что в Зайсан выехал Аким Восточно-Казахстанской области, чтобы успокоить возмущенных. За ходом событий следит моя коллега Улпан Бигалина. Улпан, я знаю, что местные жители со вчерашнего вечера заняли позиции у местной больницы с требованиями не расселять приезжих на карантин. Что тебе еще удалось выяснить? Добрый вечер, Марьян. Да, действительно, в Восточно-Казахстанской области жители приграничных районов охвачены всеобщей паникой. Началось все с того, что среди сельчан поселков Сартирек и Айнабулак прошел слух, что в больничных стационарах их сел хотят разместить заразившийся коронавирусом граждан Китая. С требованием получить объяснение местные жители вышли на улицы и оккупировали здание больницы. Вот как это было. Стоит отметить, что народ не расходился до глубокой ночи. Уже утром в Зайсанский район вынужден был выехать Аким региона Даниил Ахметов. Он попытался объяснить сельчанам, что среди тех, кто проходит границу, есть не только китайцы, но и граждане Казахстана. При этом он пояснил, госпитализируют на карантин всех прибывших. Чтобы пройти обследование, они обязаны находиться в больнице 14 дней. Казахстан, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Однако жители приграничного района это не успокоило. Они требовали отправить на родину и не впускать граждан Китая. Были среди возмущенных и те, которые пожаловали Сакиму, что местные власти не проводили с населением никаких разъяснительных работ. Согласитесь, это довольно странно, учитывая, что восточно-казахстанская область граничит с Китаем, где идет вспышка вируса. Надо сказать, что на кадрах видео, которые активно рассылаются в социальных сетях, видно, что количество возмущенных очень большое. На одном из них, судя по комментариям очевидцев, приехал и отряд ОМОН. Между тем, министр здравоохранения Ельжан Бертанов призвал жителей Зайсанского района доверять только достоверной информации. Он рассказал, что сегодня казахстанско-китайскую границу в восточно-казахстанской и алматинской областях пересекает минимальное количество людей. В основном это граждане, которые занимаются двусторонней торговлей. И всех по прибытию в Казахстан необходимо обезопасить, подчеркнул глава Минздрава. Мы четкие инструкции нашим управлением здравоохранения даем, чтобы для этих граждан, а также для граждан Китайской Народной Республики, которые работают в нашей стране, по контрактам, в том числе на государственных инвестиционных проектах, создать условия для нашей коллективной безопасности. Обсервационные стационары, отдельно стоящие здания будут готовы. Выделено отдельное здание, стоящее инфекционного корпуса на 20 мест. На случай, если будут такие наши граждане или другие граждане других государств, которые пересекут там границу, чтобы мы могли их наблюдать. Между тем, психологи отмечают, что сейчас у населения, причем не только нашей страны, но и во всем мире, наблюдаются панические настроения в связи с распространением коронавируса. В частности, специалисты называют это массовым психозом. Что ты воспринимаешь, какую информацию в себя, ты этим и являешься. То есть, если большая масса, конечно, воспринимает негативную информацию, массовый масштабный резонанс, то, естественно, то, чем мы наполнены, то мы и выдаем. И это распространяется как еще хуже, да, вирус, да, к сожалению. Ну и лично мое мнение, на самом деле резонансов много, вирусов, вспышек много. Но такого вот, как ожидаемо, да, в болевую точку, скорее всего, попали и страдают, к сожалению, очень многие сейчас. И экономика страдает, и люди все напуганы. Всего же, по данным Министерства здравоохранения, были осмотрены около 500 тысяч человек, прибывших в Казахстан. Симптомами респираторного заболевания и повышенной температуры госпитализировали 175 человек. Из них на сегодня выписаны 160. 15 остаются на стационарном лечении. При этом глава Минздрава Ержан Бертанов подчеркнул, что в Казахстане случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. Ну и, к счастью, правда, Марьям? На этом у меня пока все. Передаю слово тебе. Правда, Упан, с этим нельзя не согласиться. Продолжение следует...